До конца 18 века отечественных страховых организаций в России не было. Зато потом была установлена госмонополия. Страховали дома от пожаров, гражданскую ответственность, риски на воде. В советское время в сельской местности страховали животных – овец, коров, лошадей, строения. Вот такие бланки помнят, наверное, многие люди старшего возраста. В царское время при страховании здания на стену вешали специальные таблички. Одну из них обнаружили на стене нынешнего физико-математического лицея во время ремонта. Она находилась между окон второго этажа под толстым слоем краски. Вот это у нас табличка. Значит, 1890 года в Санкт-Петербургском обществе застрахованы. Это очень интересная история, это память. Сейчас ведется переписка со страховыми компаниями города Санкт-Петербурга. Мы хотим узнать, какие существуют документы на этот счет, что застраховано здание, имущество, дети и так далее. Сейчас слово «страхование» все больше ассоциируется с ОСАГО. И каждый автомобилист приходит в свою страховую компанию. Кстати, отмечая профессиональный праздник, специалисты по ОСАГО предупреждают. Теперь выдаются полисы нового образца – розового цвета. Новый бланк ОСАГО по делу стало гораздо сложнее, поскольку поменялись графические фигуры, введена новая цветовая растяжка между желтым, розовым и сиреневыми цветами. В поле встроена металлизированная полоса, теперь она располагается с другой стороны. И при изготовлении новых бланков используются те же технологии, что и при изготовлении денежных купюр. Одномоментной замены бланков не будет, а бланки, находящиеся на руках страхователей, останутся действующие до окончания момента их действия. Кстати, теперь спектр услуг автомобильных страховщиков расширился. При наличии лицензии они могут заниматься изготовлением дубликатов номерных знаков. Десять минут – и готово. Необходимо просто обратиться в офис компании, имеющий соответствующее разрешение МВД, для изготовления абсолютно легального дубликата. Для этого вам понадобится всего лишь свидетельство о регистрации на автомобиль и предъявить свой паспорт. Какими будут функции страховщиков лет через 50? Остается только гадать. Когда-нибудь и нынешние полисы станут историей, и наши правнуки будут смотреть на них, как на диковинку. Как смотрим сейчас мы на советские страховые свидетельства и царского времени таблички на стенах.